Дворца культуры У нас сегодня радостный момент. Мы в очередной раз запускаем новое оборудование на нашу производственную площадку. Это оборудование ждет вся корпорация, потому что толпу мы его строили, несколько раз предносили сроки его введения, но сегодня мы его введем в эксплуатацию. И сегодня мы уже понимаем, что без него мы не можем дальше существовать в принципе. С одной стороны, мы не сможем выполнить без него программу 2015 года, а с другой стороны, если бы мы его не ввели сегодня, мы не смогли притворять жизнь нашим без программы и этого, и следующих годов. Начальник цеха, Иванова, встает команду разбить бутылку шампанского, чтобы наш корабль поплыл очень быстро и очень быстро. Вперед! Бутылка шампанского стала символом успешной работы в будущем и самого пресса, и всего 37-го цеха, которому предстоит осуществлять грандиозные производственные планы. Михаил Воеводин предложил день открытия 302-го пресса, считая днем рождения всего кузнечно-штамповочного цеха. Пресс не только расширит узкое место в кузнечном производстве, присоединившись к 306-му, он будет выполнять план на 32 тысячи тонн титановой продукции в год. Самое главное, что вот эти два пресса дали возможность и ремонт тройки убирать зак и ставить пресс через тысячу тонн. Это самое главное. Что вот без них, вот то нельзя было, так и подполагалось, это ставить и то убирать. А в общем цех будет великолепным. Он будет готовить заготовки для себя, для 21-го цеха, для 4-го цеха. Вот эти вот цехи. И товарные продукции делать. Напомним, что всего в 37-м стало три пресса, которые будут ковать основные виды титановых заготовок. Для каждого пресса свои виды продукции. Такое разделение работы рассчитано на повышение производительности труда. Пресс 302 усилием 2,5 тысячи тонн будет трудиться на последнем этапе технологического процесса и расковывать прутки на конечный размер. Остается только пожелать в добрый путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова